Мастер и Маргарита Здравствуйте! В эфире программа «Час истины» и я, ее ведущий, Дмитрий Захаров. Брандохлыст, царская модера, пенное вино, тройное, зеленое вино, монополька, горькое, севуха, как только не называют наш знаменитый национальный напиток водку. По данным справочника языки мира, слово «водка» наряду со словами «царь», «степь» и «погром» вошло в английский язык без перевода, на правах самостоятельной лингвистической единицы. Давно ли пьют водку на Руси? Что это такое вообще? И почему Дмитрий Иванович Менделеев установил эталонную крепость в 40 градусов? Об этом я сегодня поговорю с моими гостями, писателем и журналистом Игорем Шумейко и директором русского подворья Возмайлова и музея водки Александром Бушаковым. Здравствуйте, господа! Игорь Шумейко, писатель, журналист, историк. Окончил Московский институт управления. Автор книг и публикаций, в том числе «Горячая соль», «Вторая мировая перезагрузка». Александр Ушаков, исследователь, директор русского подворья Возмайлова и музея водки. Окончил Государственный институт физкультуры. Заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской Федерации «Самбо». От винта под крылом самолета души пропалет, зеленое море стоит. Итак, когда у нас впервые появилось упоминание водки? Ну, письменные источники говорят, что само упоминание слова «водка» появилось при Екатерине, при Екатерине II, поскольку оно потом пропало лет на 150, но различные источники говорят, что это слово употреблялось и значительно раньше, и оно употребляется около 500 лет вообще в России как термин. Значит, водка как слово, уменьшительное от воды, и как официальный термин. Таковым она действительно стала только при Менделееве в комплекте с зафиксировавшимся градусом. Главным технологическим приемом – это смешение не по объемам, а по весам. И Менделеев дал пример, кстати, и удачной патентации. Московскую особенную, а потом особую перевел. И водка попала в защищенную часть, стала официальным термином. А Александр Федорович прав, по истории она бродила в качестве уменьшительного слова, иногда ругательства сотни лет. Ну, в данном случае я имею в виду водку даже не столько как слово, как напиток, который потреблялся на Руси. Потому что ведь изготовление крепких спиртных напитков известно еще в библейские времена. Еще делали из винограда, ну, собственно говоря, то, что ныне известно как граппа, на Ближнем Востоке. Арка небезызвестная, а не своя водка, которая тоже делается уже, наверное, несколько тысячелетий. Пили-то давно. Вопрос в том, когда стали пить крепкое вино на Руси. До монголов на Руси, естественно, пили меда, пиво, различные, так сказать, настойки травные и так далее. То, что входило в повседневный обиход, так сказать, к его князи, дружины, простых крестьян. Но сама технология перегонки спирта, она пришла, конечно, значительно позже, после монгольского периода. Хотя, если брать все монгольское игорь до 1480 года примерно, Россия перестала дань платить Орде официально. Хотя мы знаем, что Орда распалась на многие, так сказать, улусы. И различные государства, которые воевали между собой, враждовали. Но, надо сказать, что даже Петр Первый опасался, так сказать, крымского хана, понимаете. Ну да. Но в данном контексте интересна одна вещь. Ведь монголы, кочевники, еще до прихода на Руси делали водку. И делают ее по этой же технологии по сей день. Из конского молока. Делается это все элементарно. Сначала они делают что-то, некий аналог пива на основе конского молока, которое бродит. Потом они это пиво кипятят. Над чаном держат лист металла, на котором оседают капли, соответственно, вытеревшегося спирта. И его собирают. Один из моих знакомых, совершенно недавно был в Монголии, наблюдал этот процесс, и пил, получающийся в результате продукта. Вещь, конечно, получается зубодоробительная. То есть, когда они пришли на Русь, они этой технологией уже владели. Да, конечно. Да, само слово кабак, оно татарского происхождения. Когда как раз Иван Грозный брал Казанское ханство, и как раз ополчение, все войско, они столкнулись с таким понятием, как кабак. Ну да. Помещение, где подавались напитки. Но не подавались закуски. И они пришли, когда обратно в Москву, и стали просить чалобитную, и подавали царю, чтобы он им разрешил открыть кабаки. Более того, царь это разрешил. И о причине вообще там проводило очень много времени. Более того, это время оплачивалось, так сказать. Шла зарплата за это. Но часто, так сказать, войско оставляло там свою одежду форменную, и потом выкупало ее вне зарплаты. Понимаете, это тоже была достаточно комичная ситуация. Но, тем не менее, это факт. Эй, ты что там жмешься около почек? Иди сюда, не стесняйся. Держим. Давай с тобой на брудер-шафт выпьем. Ну, вот удивительно, что как бы монголы, пришедшие сюда, и обладая технологией, такой вот достаточно элементарной производства крепких напитков, как-то не поделились с населением. Откуда, собственно, пошло тогда, в послемонгольское время, производство крепких спиртных напитков? Кто был инициатором? Европейцы? Как вообще? Аквавиту первую привезли генуэзцы, отправлявшиеся на конгресс по избранию Витовта в Тракай. И по пути, можно сказать, первая аквавита попала, к Валесилию второму. Она была не оценена. Посмотрели ее с точки зрения, какие лекарственные травы на ней можно разводить. Но как самостоятельный напиток, эту аквавиту можно назвать прообразом коньяка. Даже есть указание, что она практически была уже такого коньячного, знаменитого цвета. Но пауза, русская история взяла такую паузу и подобралась к перегонке. То есть, аквавита – это формально первый перегон винных спиртов. А какая крепость была? Она до 70 градусов, что характерно, она не фиксировалась. Вот как сейчас некоторые китайские водки, Маатай, они не имеют фиксированного градуса. И мы не имели до Менделеева. Он поставил это, он же был еще и метролог на научную основу, запатентовал 40 градусов, потому что это подходило и для разведения лекарственных трав. Ну, в принципе, Менделеева знают все, но если отступить еще на шаг перед этой большой водочной реформой, вид до Менделеева первым шагом было привлечение наших физиологов, и в частности Сеченова. И диссертация Сеченова посвящена той же самой физиологии опьянения. Подбирали по физиологическим параметрам. И на 40 градусах особенно чувствуется хорошо качество, плохое или нет. Если взять 70 градусов, то там концентрация забьет как бы... Вкусовые ощущения. Мы вот так вот подходили к 40 градусам с разных сторон. Но вот сам факт, что спорят о происхождении водки. Это мне сейчас напоминает, как семь греческих городов спорили, кто был Гомер. То есть, получается, за это достояние спорят люди. И самый тяжелый спор у нас был с поляками. Вудка Выброва, они говорили, первая появилась. И вот как раз здесь, это было еще в советские времена, Варшавский договор. Союзников у нас тогда как раз хватало. Но вот один из союзников решил распорядиться, увести слово. И вот как раз Пахлебкин, покойный Вильям, провел большую работу. Кто отыскал письменные упоминания нашей водки до польской вудки примерно там на 50 лет. Приоритетность была очень строга. Потому что мы же знаем, например, защищенность коньяка, шампанского, да. Что можно так для себя его производить. Но он за рубеж идет как игристая. И бренди. И бренди. Потому что таким же мировым брендом, как коньяк и шампанское, является водка. И вот у нас ее поляки пытались в 80-е годы увести. Отстояли это. Несмотря на нашу сложность с архивами всегдашнюю. Там даже был уникальный пример. Приходилось об этом писать. Надо было для международных процессов. Там же нельзя просто тельняшку рвать и говорить. Приходилось учитывать самые тонкие факты, например, экспорта водки. Он зафиксирован во время Ивана Третьего. После очередного мирного договора со шведами пошла водка. А разведали это косвенным образом. В Швеции сохранились все записи подушного налога на соль. То есть потребление соли в шведской семье известно за последние 500 лет. И вот примерно через полгода после мирного договора, то есть пошли первые караваны, потребление соли подскочило, что-то я не помню точно, но в 3-4 раза. Почему? И шведские ученые как раз признали, что косвенно это то, что шведский стол, называемый сейчас, изменился как закусочный. То есть появились соленья. А почему соленья? А потому что появилась русская водка. И вот, что очень важно, не только наши ученые, но и шведы признали именно вот этот факт доказательным экспортом водки. Не надо забывать тот факт, что граница с Польшей в те годы проходила за Тверью. Понимаете? Ну да. И часть российских княжеств это была как раз с Польшей. Это была речка Смолицы. По сути, это была Литва еще. Поэтому если этот синоним применяется как полонизм, что называется, так сказать, в русском языке, то вполне очевидно, так сказать, что такая накладка. Литовцы больше держались за ваши любимые меды. Меда. Меда с... У них где-то до 17 века были язычниками, литовцы, фактически, в большинстве своем. Возвращаясь к теме нашей, вот массовое употребление, то есть не просто появление произошло после монголов, а вот массово употребляться водка стало когда у нас? Ну это же массово, когда Екатерина разрешила дворянству, так сказать, свою водку, что называется, гнать. И надо сказать, что ренессанс настоящий был как раз при таком дворянском как раз периоде. При Петре была очень жесткая водка, она была мутная, она была фактически, понимаете, грязная, она обладала жутким запахом, хотя Петр, он практически, он экспериментировал и внедрял ее в высшие слои дворянства, и он устроил такие пьяные соборы, что заставлял даже пить беременных женщин, понимаете? И чарка полуторитровая, которую людей ввалило, понимаете, вот эти вот мутные грязные водки, если брать, так сказать, ее за качественный эталон, то нельзя ее даже считать водкой. Вы указ читали? Быть сегодня всем на ассамблее у Менщикова. С другой стороны, Петр был в Европе, он был в Голландии, он был во Франции, то есть, наверное, он познакомился с культурой производства алкоголя в этих странах. Почему же вот как бы водка была мутная, ее не довели до некого такого более или менее приемлемого состояния? Ну, процесс дистилляции, он практически не изменился там с 13 века. И, в принципе, англичане хорошо двинули вот этот процесс дистилляции, как раз получение готового продукта, очищение его. А дворяне как раз открыли, осаждали водку углем, молоком, так сказать, после вторичной, до вторичной перегонки осаждали ее молоком. И мы знаем, что лучшие виды, так сказать, водок, так сказать, московских, в том числе, они тоже осаждаются молоком. Самое главное выгнать из водки сивушные масла. Это вот сопутствующий продукт, который плохо влияет на организм человека. Ну да, вот интересно, что у англичан два таких основных бренда алкогольных – это виски и джин. Способ получения джина, из чего он делается? Виски – это ячмень, это понятно. Джин, на основе чего он? Ну, туда добавляется вот именно шишки можжевельник, который дает специфический вкус. Да, но, по сути, это же та же самая водка. Та же самая практически, да. То есть, это тоже делается на зерне, да? Александр Федорович правильно сказал, что рассвет водки как с жанра – это в дворянских усадьбах. Екатерина взяла с них, так сказать, слово чести, что дворянин не будет продавать водку. Ну, и законом, но еще и таким понятием, как Моветтон. То есть, только для внутреннего употребления, для гостей. И как вот у нас есть такая теория, что даже крепостное право надо было вытерпеть, потому что дворянская культура, Пушкин, ну, вот, родились в дворянской усадьбе. Ну, вот, в частности, еще можно сказать и водка, как высшего качества, какого она появилась. Это вот благодаря тому, что дворяне не были стеснены сырьем временем и делали это практически вот для себя, для гостей. Ну, да, себя любимого сивушными маслами тут ровить не будешь. Если быть точным, то Петр I еще в 1716 году предложил дворянству и купечеству брать, так сказать, что называется, лицензию на монополию производства водки. И вот с тех пор появились такие фамилии, что называется, водочных королей еще тогда. И при Екатерине это уже стало, так сказать, более качественным скачком. Ну, да. А кто были водочные короли при Петре? Ну, их история мало сохранила, так сказать, их фамилии. Да, понимаете, как? Вот когда водка зафиксировалась именно, вот тот же градус при Петре, ну, бродил от 20 до 30-40 градусов, он не был фиксирован. И наши короли появились тогда, когда появилось, что защищать? Ну, да, стандарт. Да, вот Смирнов, Бекман, Шустав. Бекман, Шустав, да? Да, ну, это Вдова Попова, это вот Штритер, это русские, как бы, немцы, которые в производстве водки тоже знали толк. Вот я по очистке вспомнил, Александр Федорович, вы говорили молоком, самый дорогой продукт, навес, приближавшийся, ну, не к золоту, но дороже во всем случае импортного чая до Петровской Руси был корлук, рыбий клей. То есть самая надежная очистка, это молоко, это как-то звучит брендово, понятно, молоко грудным детям, но самая надежная очистка рыбьим клеем, корлуком, который вот в небольших количествах применялся и стоил вот что-то, по-моему, один из самых вот навес дорогих продуктов. А он одноразового использования был, естественно? Да, конечно, на нем массаживались вот эти примеси, дело в том, что результатом синтеза является такой букет, кроме этилового спирта, метил, альдегиды, сивушные масла и искусство производства водки, это искусство очистки во многом. Подобрать на каком градусе, на какой планке лучше очищается, вот в чем была серьезность работы Менделеева. А вот еще была такая разновидность водки, которая называлась выморозок, вы, наверное, знаете. Это бралось сухое вино, оно замораживалось, и содержавшийся в нем спирт оказывался сверху. То есть вино превращалось, по сути, в виноградный сок после размораживания, а здесь, в общем, в чистом виде граппа, та же самая. И, видимо, достаточно крепкая была. Но, насколько я понимаю, технологически это было очень сложно, большие объемы замораживать. Нет, ну, в советские времена, когда велась борьба с самогоном варенья, была одновременно введена даже статья уголовная на эту тему. И, в общем-то, народ вышел из положения каким образом? Не было самогонных аппаратов, нельзя было введено дома, и ставили как раз суслы эту брагу в морозилку. И даже если приходил милиционер, то сказали, что это студень или что-то еще, сверху все сливали, а остальное оставалось. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Почему водка пшеничная считается хорошей, а водка, допустим, свекольная или картофельная, ну, как бы не так, чтобы очень. Почему вот именно такой выбор? И что должно быть обязательными компонентами водки, вот вкусовыми? Как отличить хорошую от плохую? Какая вкусная, какая не вкусная? Хотел бы пояснить, что лучшего качества водка достигает тогда, когда она приготовлена из ржи. Из ржи? Из ржи, да. Выше пшеничной. Да, выше пшеничной, гораздо повыше по качеству. А почему? Ну, так исторически сложилось. Известная церковь, она ничего не описывает. И сырье влияет, есть даже такие забавные моменты, как роль мароксистов, точнее, коммунистов 19 века. В Германии боролись за рабочий класс, там бисмарковские вот эти заботы, законы были. И в частности, одно из применения этих законов, чтобы отучить немецкого рабочего от его шнапса, бронтвайна, которые были картофельные, свекольные. И перейти на, это серьезный факт, он отражен в торговых балансах, почему там у Германии население, по-моему, в три раза тогда превосходило Британию, а доход от пятийной части был невысокий. Потому что они вот во времен бисмарка перешли на русскую водку. И приложили к этому руку как раз организации, ну, там широкого такого социалистического спектра, заботящиеся о здоровье. Свекольная угнетает нервную систему. Это совершенно факт. То есть, там содержатся какие-то вещества, которые... Экстрогенные вещества содержатся, которые каким-то образом влияют. А вот картофельное, которую тоже в советское время, насколько я знаю, производили в больших количествах... Как пел Исоцкий, если водку гнать не из опилы, гнали из опилок, из различных... Табуретов, как... Да, это был, кстати, официальный эксперимент, который попробовал из целлюлоза делать водку. Надо заметить, что настоящая водка, она содержит порядка 40 добавок, которых мы не чувствуем, не ощущаем. Но так или иначе, они... А что за добавки? Как-то влияют, так сказать, это начиная от сахара, заканчивая какими-то, так сказать, травами, чем-то еще. Но, конечно, все равно должен быть чистый продукт, должно быть кристально чистая, прозрачная. Должна быть, потому что водка сама по себе, почему называли сладкие водочки, еще при Иване Грозном. Была масса-масса наливок и настои, которые... Все их называли сладкие водочки, а для женщин была вообще сладкая водка, от которой женщины полнели и считалось эталоном красоты. Вот именно русская, когда полная супруга, полная жена, как раз вот пили сладкую водку. Да, даже это в песнях, в галинах отражено. Ну да. И так далее. Но настоящий качественный продукт, почему говорят водка, это чисто русский продукт, потому что это, во-первых, высокое качество, высокое качество и определенная градусность. Хотя я могу поспорить с Игорем, в своей диссертации Менделеев только одной фразой применительно к водке сказал, что при 40 градусах водка, то есть это со спирта водяной состав становится, препятает какие-то уникальные качества. Понимаете? Ну, допустим, если мы чувствуем, что, допустим, вышла водка, допустим, русский стандарт или какая-то еще, мы если положим и на ночь в холодильник, она не мерзнет, потому что она имеет 40 градусов, действительно. Ну да. Если мы возьмем какую-то некачественную водку или возьмем, скажем, да, она мягкая, она приятная, но мы положим и на ночь в морозилку, она замерзнет. Понимаете? Это является тоже, так сказать, народной проверкой. Да, она мягко пьется, но она замерзает. То есть это уже не водка. Вам не приходилось бывать в Заполярье? Да, приходилось. Вот там любая водка, если ее оставить на ночь на улице, в хорошую зиму, вытекает потом, как глицерин. Нет, она густая становится, да, потому что мне приходилось пробовать водку и в Якутии, и в Пивеке, и в Чукотке, и так далее, все-таки специфически. Народная примета, по-моему, такая, как раз градус напитка соответствует тому градусу, при которых она замерзает. То есть 40-градусная при 40, 30 при 30 мороза. Ну, а там и похолодание. Замерзает или горит, вот что-то среднее. Если она не горит, значит, она тоже некачественная. Если она замерзает, то тоже некачественная. Ну, чтобы продолжить такую пикировку, я все-таки скажу, что Менделеев, да, зафиксировал 40, но в том-то и дело, что он первая запатентованная водка, это московская особенная, он ее из этого моря. То есть до этого всякий волен был делать 70 градусов, назвать водкой, сделать 10 градусов и так далее. Вот он выбрал 40, зафиксировал это в патенте, как московская особенная. И вот эта отправная точка все-таки, он ведь патент, по сути, он не запрещает другим. Это уже позже, значит, эта диссертация была на несколько лет. Не запрещает другим делать, рядом 50, кстати, они появились потом. Но именно то, что стало брендом, оно стало вот именно в этой концентрации. А вот по свету, как раз, в принципе, по прозрачности абсолютной, да, это старорусский идеал, который вот помог нашей водке, в частности, столичной, совершить вот этот вот мировой, можно сказать, рекорд в истории внешней торговли всех стран. То есть это примерно 25-кратный рост в течение двух лет продаж в Штаты. Это главный водочный рынок. Это в какие годы? 73-74-й. Это вот как раз история долго разворачивалась, когда Хрущев попробовал Пепси. Вылилось это в то, что вот этот Кендалл, известный основатель, нет, директор, скажем, длительный период Пепси-колы, заключил такое соглашение. Пепси-концентрат идет сюда, появляются у нас, то есть эти вот, а туда идет водка. И Пепси через свою сеть ее там продвигает. Ну, что характерно, представьте, американца, ему по фактам подписания договора СССР не заставишь изменить свои пристрастия. И проникновение на этот американский рынок началось с позиционирования грамотного водки, как лайт-виски. Ну, лайт это и легкий, и прозрачный. Было довольно грамотно просчитано, что потребление в основном через коктейли. Взяли линейку коктейлей, и где виски, компонент в той же отвертке, заменили на водку. Здесь надо еще вспомнить знаменитого Джеймса Бонда. Водка и сухой мартини смешать, но не взбалтывать. Я думаю, что это был самый гениальный продакт-плейсмент. Не знаю, уж приложила к этому руку американская сторона, или это спонтанно произошло. Но мне кажется, что в таких фильмах, как Джеймс Бонд, ничего случайно не появляется. И не только, потому что я видел на многих барах американских, там, скажем, до 11 часов дают кровавую мэрию бесплатно. Тоже, наверное, напиток тот, который позволяет поправиться. Ну, да. Ты заходишь, и прямо до 11 часов. У нас, скажем, водку с 11 продавали, они до 11 давали. Ну, да, хэппи-аур, что называется. С одним из гостей совсем плохо слышите. Немедленно прошу. Возвращаясь, скажем, к питью водки. Пить ведь водку можно по-разному. Пить водку можно, как профессор Преображенский в «Собачьем сердце», а можно и как полиграф-полиграф из шариков из этого же произведения. То есть, вот, культура употребления водки, она, в общем-то, всегда у нас была большая проблема с тем, что бескультурия доминировала над цивилизованным употреблением. Ведь несколько рюмок за обедом – это одна история. Это улучшает пищеварение, возбуждает аппетит и все такое прочее. Но вот как-то вот основная проблема-то общественная, что остановиться на трех рюмках у народонаселения не очень получается. Совершенно верно, да. Что скажете по этому поводу? Первое стихотворное пособие по питью написал дядя Пушкин Василий Львович. Ну, точнее, это, опять же, в кодекс строгий не сводилось. Там были стихотворные пассажи и такие, что вот, начав с утра, к этому делу надо пойти серьезно и уж ни на что другое более не отвлекаться. Ну, в принципе, при такой шутливой, что ли, заостренности, что вот пить не отвлекаясь, сам Василий Львович дал пример, в общем-то, человека, удачно отвлекавшегося. И сам поэт стал, и своему племяннику Александру Пахмог. – Поспособствовал. – Да, поспособствовал. То есть, это есть какой-то такой максимализм русский, который требует иногда сказать, да, вот вы правильно говорили, что по статистике мы не самое по потреблению именно алкоголя в абстрактном виде. – Да, вроде бы мы на 19-м месте в мире. – Да, но, тем не менее, вот это вот самое максимализм и удаль требуют, вот при случае сказать, нет, мы главные пьяницы. Вот, хотя это практически… – Ну, у нас, как бы, я бы сказал, очагово. Кто-то употребляет умеренно, кто-то не употребляет вообще, а уж если употребляет кто, так вот, действительно, от забора и до обеда. То есть, максимализм, безусловно, есть. – Может, выпьем? – Выпьем. – Спасибо. – Наверное, же пытались как-то, ну, не систематизировать, а привить какую-то культуру употребления, потому что, в общем-то, должны быть, я не знаю, там, в государственном понимании какие-то механизмы воспитания культуры употребления алкоголя. Не такими методами, конечно, как это осуществлял Горбачев, но вот до революции пытались что-то предпринимать. – Ну, это была культура определенная, и пятия, так сказать, и определенные уставы были выработаны, так сказать, из тех же кочмах, трактирах и так далее. То есть, нельзя было напиваться до пьяна, фактически. Во-вторых, так сказать, существовала, как бы, мораль общественная, нравственная, которая различным слоям позволяла вести себя достаточно, так сказать, достойно, дестивилизованно. Но, с другой стороны, мы знаем, Игорь правильно сказал, эту российскую удаль, которая позволяет человеку, «эх, раздайся море шире». Я могу привести пример такой, что эта удаль, она позволяет, конечно, просто иногда удивляться и ужасаться. Вот я знаю двоих, двух человек, они оба призеры Олимпийских игр. По одной очень интересной борьбе, по борьбе с дзюдо. И вот один тяжеловес, но второй, в принципе, легковес. И вот они соревновались между собой, и они выпили за сутки, за сутки, 24 часа, 38 бутылок водки вдвоем. Чудовище. И нормально, они живы, здоровы, не умерли. Одного, правда, недавно разбил инсульт, но это по другим, так сказать, моментам. Но 38 бутылок водки – зафиксированный факт, который признали спортсмены, которые наблюдали за ними. Понимаете? Ну да, это как шахматы продаются в виде рюмок сейчас. Популярные наборы. Черные рюмки, белые. Ну, зависит от того, как ты играешь. Или в поддавки, или ты хочешь выиграть. Ну да. А ведь мы нас тоже должны понять, за едой мы водку употребляем для того, чтобы выпить водки и закусить, или поесть и запить это водкой. Это тоже ведь разные вещи, понимаете? Классический русский стандарт. Водку не закусывали, водкой запивали, и в основном жирные блюда. Ну, русский стандарт достаточно жирный. Да, конечно. То, что вот нашим климатом нам предназначено, вот тяжелый такой жирный стол, вот, в частности, сало, как следствие, пришла водка. Помните этот момент? Француз в капитанской дочке приехал в Россию и быстро отказался от вин, там, ему хозяин, нет, живопри, водки. Ну, а как, с нашим климатом, какое вино, оно просто замерзнет. Как бы климат предопределяет вид потребления алкоголя, потому что на морозе вино особо не попьешь. Да, вот одно из глубочайших вот прослеженных связей, это можно назвать, следующее, это исследование пивных и водочных наций. Ну, можно там, скажем, если вам перечисляют только шотландцев, датчан пивные, то еще, ну, человек так-сяк покивает, но когда очень в одной работе, которую я читал, там же говорится, что среди российских народов самый пивной народ это Мордовия, была эта ситуация, ну, скажем, до примерно петровских времен, вот, то тут очень интересная деталь. Пиво уже считается таким коммунальным напитком, то есть его варили, ну, если в городах, то там улицей, а чаще вот именно, и поэтому в складчину какое-то село мартовское пиво, то есть 1 марта, сварили, и потом оно только падало в качестве, вот, и покорение Сибири, вот, России, как бы в обозе наших казаков, кроме пороха, была водка, как первый государственный такой мощный акцизный товар, ну, понятно, соль, но следом водка, и очень такой интересный момент, вот эти племена, варившие пиво, в ту эпоху географических открытий развелось, как бы, много болезней, ну, эффект просто общения, и варившие пиво вымирали, потому что это коммунально, это все улицы или всем селом, и низкий градус, и низкий градус, то есть там из одной черки, и вот поэтому этот момент, он даже был истолкован, как бы сказали, метафизически, то есть покоряемые сибирские племена, они убеждались, кто пил пиво, те были подвержены, болезни их тогда никто не изучал, ну, железа, одно слово универсальное в летописи на 30 болезней, там в такой-то волости железа, вот народ подметил, а перешедшие на водку, они от этих всяких болезней, мы тут, конечно, не говорим про известные, как бы сказать, самые крайние северные народы, не защищены от других последствий водки, но вот от тех конкретных желез, прокатившихся по всей Евразии, водка была как бы и спасением, и аргументом к российскому продвижению объединению Сибири. Александр Ротву принесли с собой ряд экспонатов, не могли бы прокомментировать, что есть что? Ну, у нас на Русском подворье, вы знаете, имеется интересный музей, история питья, история водки, и, естественно, это часть экспонатов, часть экспонатов, начиная от самых старых, скажем, там у нас есть перегонный куб еще 13-го века, но есть у нас еще бутылки, которые... 13-го века, то есть это 1200... Ну, это конец фактически, так сказать, то есть аккурат, когда Баты пришел на Русь. Нет, ну да, практически да, но кубы пришли немножко не с Баты. Да, но... Они из смолокурения. Смолокурения пришли. Нет, я имею в виду, по времени совпадают с приходом... Вот, у нас есть просто образцы, потому что мы знаем, что водка до конца 19-го века продавалась и в ведрах, и только вот когда пошла уже определенный государственный подход, и с конца 19-го века водку стали продавать, скажем, вот в стекле, знаменитой фамилией, но в данном случае это кронштадтская водка. От завода не осталось, если да, его снесли, но это, наверное, одна из сохранившихся бутылок тогда. Это революционная вещь. Хотя называется Московская столовая. Да, но в то же время это кронштадтского завода. Вот, скажем, шустовская бутылка, да, так сказать, типичный бренд, по которому узнавали. Это же разговаривали и водки, и ликера, и наливки, и так далее. Но Шустов вроде больше известен как производитель коньяча. Конечно, король, да. Но, тем не менее, у него было... В со временем он стал. В начале он провели водку. Порядка 15 видов продукции у него было такое интересное, так сказать. Вот, скажем, сувенир. У нас много отходов на русском подборе дерева, так сказать, из отходов мы делаем вот такие фляжки с нашей, так сказать, сувенирной. А какой объем у фляжечки? Полтора литра. Да, впечатляет. А это, насколько я понимаю, смирновский. Это смирновский, да, смирновский штоф. Очень популярный был, так сказать. Ну, вот они прижились в виде черных медведей, белых слонов и так далее. То есть тогда подходили творчески. То есть применяли различное цветное стекло, и коричневое, и йодистое, зеленое, полихромное. В свое время Столыпин сказал, что водка – это национальная гордость России. Вопрос ведь в том, как с ней управляться, с этой гордостью. Три рюмочки или, как вы сказали, сколько? 38 бутылок. 38 бутылок, да. Ты пугаешь. И не умереть после этого еще. У меня в голове не укладывается просто на сколько. Ну, в 60-е годы была статистика для японца 800 грамм смертельной дозы была. Да. Вот эти коллекции, они дают очень интересный еще нам срез отношения, вот, упомянули, моральное. Есть, вот, я знаю, коллекцию, сохранилась здесь бутылки в виде бюстиков дочери Николая. То есть это при нем, это не контрпропаганда, это при жизни нашего монарха, на рождение его дочери очередной пополнялась коллекция. То есть была бутылка Николая, бутылка императрицы, и вот я держал… Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Да, вот Анастасия, как бы сказать, такую элегантную бутылочку я держал, как увенчание успехов Скобелева, генерала. Одна из самых дорогих вот сейчас бутылок на Судбисе продавалась. Это водка, бутылка Скобелева. А какой объем? Ну, они такие фигурные, мне кажется, побольше литра. То есть развернуться человеку, чтобы это напоминало, скажем, обычный бюст на столе кабинета. Бутылка прозрачная, соответственно. Да, бутылка. А кто производил это? Вот этот как раз самый интересный момент. До реформы Витте… Вот вообще, кстати, водка и водочная реформа Витте это дала пример наиболее, что ли… Вот у нас как-то… Вот здесь черномырденский принцип получился, как всегда. И вот одно из немногих исключений, когда вот все, что хотело, все было выполнено, то есть империя была разделена на восемь округов соответствующей истории, там осложнялось еще польское наследство, в Польше свои были традиции производства распития. Столкнулись в этот момент с тем, что вот упоминалось, водка продавалась ведрами, то есть пили в кабаках на вынос, ну, если в ведро. То есть с тем столкнулись, что не было русского производства стекла. И это такой вот факт зарегистрирован, что вот в ту эпоху, это уже при Николае II, хотя завещал графу Витте ее выполнить еще Александр III, в ходу были бутылки, ну, скажем так, 1830 года. То есть те вина, которые приходили, там, Мадера, Рейнская, Рейнская, как его, Романея, вот эти бутылочки ходили, вот, в принципе, у нас в советские времена была оборотная тара, тогда говорили, что подимпортные не принимаем посуды, а тогда было только импортное. И то есть какая-то водка разливалась вот в эти вот самые бутылки, в которых 50 лет назад пришло вино в Россию. И вот оно, грамотный подход. Как я говорил, диссертации начали писаться от физиологии, опьянения исследовать. Витте же и основал первое общество трезвости, был перечень, что в каждом трактире теперь, значит, закуска, граммофон, набор пластинок для граммофона, граммофонных для народного трактира фиксировался. Вот. И в частности, как пример, интеллигенция к этой реформе повернулась лицом. Это хотя бы в тех же бутылках видно, что дизайн бутылок разрабатывал Федор Шехтель. А этикетки водочные рисовал Иван Билибин. Не считалось зазорным. То есть определенного разрыва, как сейчас, культурного То есть художники Серебряного века приложили руку к этому. И архитектор особенно. Интересно. Федор Шехтель. Ну, а стакан знаменитый Граненый, который в советское время прошел через миры и века, разработала Вера Мухину, которая... Пивную кружку. Да, и пивную кружку, которая воздвигла рабочего и колхозницу. Вид-то был инициатором строительства заводов по производству бутылок, да? В том числе. И ликероводочные заводы, они назывались казенные винные склады. Вот сейчас проехать, это абсолютная копия. Вот завод «Кристалл» в Москве, во всех губерниях было порядка ста заводов построено, их можно спутать по внешнему виду, красный кирпич. То есть, типовые. Да, типовые. Все было отлажено, поставлено на поток, не только со стандарт водки, но и стандарт завода. И даже, как я сказал, набор пластинок. Ну да. А объем рюмки или стакана, как вот регламентировалось это? Ну вот, если они, если были какие-то нормативы введены вот для кабаков, что должна быть закуска, должен быть граммофон, должны быть пластины. Нет, ну регулирующая чарка водки, я думаю, чарка, думаю, что это большой какой-то сосуд, на самом деле это от 125 до 140 граммов. Ну, все-таки не 50 граммов. И одна норма водки, это было 143 грамма где-то, понимаете? То есть, нет и не какие-то большие, так сказать, емкости, достаточно все было корректно. Ну, 143 это тоже внушает. Ну, фронтовые 100, в общем-то, считалось нормой. Но они были очень короткое время, и потом только действующим частям, которые достигли успехов, давали 200, но их тоже потом отменили. Поэтому это больше, так сказать, ну, как бы на легенду похоже, но во всех их видим, как будто все войной выдавались они. Ну, вот, читая мемуары, интервью, в разных местах было по-разному, естественно. Вот, ну, а если вспомнить финскую войну 39-го года, там водки, конечно, было выпито немерено, потому что ведь бойцов отправляли в бой без шинелей, чтобы они не ложились в снег. Но зато водки количество человека не ограничивали никак. Ну, я говорил с ротовиками, которые вот ходили за ленью фронта. И, в частности, преподаватель наш института во время войны еще. И говорили, что в шинели или в тулупе было неудобно туда лезть, так сказать. И такое надевали, в общем-то, без рукавов на рукавнике. А в 40-градусном морозе это было невозможно, конечно. И выпивали где-то, выпивали большую кружку водки. А вы знаете, в кружке 350 грамм. То есть не водки, а спирта. И он говорит, пока вот эти, сколько, 200-300 метров преодолеваешь, у тебя хмель выходит на этом морозе, но ты не замерзаешь. Ну да. Ну, вынужденная мера была. Нет, ну, если съездить в Норильск или в Уренгой, можно выпить бутылку водки на улице, и никакого эффекта не будет. Опьянение не наступит. Настолько холодно. Вот. Это понятно. Вот. А что касается здравого отношения к продукту, сколько вот, на ваш взгляд, разумная доза? Там, 2-3 рюмки в граммах, как вот. Ну, по опыту эмпирическому, и вот доктора говорят, что до 150 грамм водки в день – это нормально. Это благотворно влияет на систему нервную, пищеварение, так сказать, на сосудистую, сердечно-сосудистую систему. То есть, это вполне приемлемо. Даже, скажем, у англичан есть такая норма – это 75 грамм виски, если болит желудок или болит сердце. Ну, а англичане впереди планеты всей по употреблению алкоголя. У нас 150 грамм считается нормально. Как это вяжется, так сказать, с сотрудниками ГАИ, которые определяют свои нормы, с евронормами – это по употреблению алкоголя для водителей. Конечно, это не проходит. Бескультуре водочное у нас было и остается ужасающим. Хоть мы не впереди планеты всей по употреблению алкоголя, зато те, кто употребляют, употребляют его как-то вот, скажем так, некультурно. Существуют ли какие-то методы, я не знаю, я не говорю воспитания, потому что воспитание – это нонсенс. Как бы воспитать, сказать человеку, выпивай 150 грамм в день, не выпивай полтора литра, ну, он все равно выпит эти там полтора или сколько он привык выпивать. Но какие-то, я не знаю, не меры, а способы воздействия на сознание людей, чтобы разумно относились к употреблению алкоголя, существует или это абсолютно бесполезно? Ну, история показывает, что компаниящина не дает результатов. Это понятно. Законы, какие-то указы, ограничения тоже не дают результатов. Но американский сухой закон. Все влияет, да. То есть, это приводит к революции, к бунтам, к перевороту, так сказать, политического строя, безобразиям и так далее. Можно дальше говорить на эту тему, но все зависит от уровня культуры. Мне просто очень образно вспоминается, скажем, 70-е годы, когда студенчество увлекалось клубом самодеятельной песни, и на слеты выходили по 20 тысяч человек иногда. Конечно, с собой брали водку, спиртные напитки, но никогда не было пьяных, никогда не было каких-то драк, стычек, столкновений, за 15 лет не было ни разу. То есть, определенный уровень выходил людей, которые с высшим образованием, которые студенты, которые друга уважают, чувство локтя, чувство собственного достоинства, пусть элементарное, привитое, даже пусть советской системой, да, были пьяные, но никогда не было эксцессов. И вот аналог хочется сравнить. Я был на карнавале в Швейцарии. Это праздник три дня, который длится, там различные спортивные мероприятия. То есть, со всех кантонов, там, за 10 кантонов собираются люди в небольшой городок, и там десятки тысяч людей, все в состоянии веселым, но никогда нет эксцессов. Потому что определенный уровень культуры. Ну и отношение к тем, кто переходит грани дозволенного, что называется. У нас же пока так не получается, но надо поднимать просто общий уровень культуры. Введение монополии на водку, это хорошо или плохо? И зачем это делается? Монополия была всегда вынужденной мерой государственной. Это для того, чтобы, во-первых, поднять качество водки, во-вторых, получить, скажем, прибыль определенную для каких-то тран государственных. Еще Петр Первый водил монополию, Иван Грозный там. Скажем, Екатерина, Елизавета Петровна, дочерь Петра Первого, и, так сказать, и Александр Первый, Александр Второй, Александр Третий. Но все дело в том, что вот это вот понятие качества и, скажем, прибыль, оно тоже должно, скажем, как-то регулироваться. Потому что, когда начинают государственные заводы гнать, что называется, некачественный продукт, а это неизбежно. Да? Или, скажем, или вспомним даже, так сказать, указы Горбачевские, указ Ельцина от 92-го года. Так сказать, опять монополизация и так далее. Это эти вот качели постоянно раскачиваются. Вопрос цены и качества. Вопрос, скажем, цены продукта. Когда, скажем, в советское время треть бюджета состояла из, так сказать, из прибыли полученного водку. То есть, это шло все на оборонку, шло, так сказать, на поднятие обороноспособности страны. Но, опять же, за счет каких-то социальных программ. Поэтому этот вопрос очень тонкий. И нашему, конечно, руководству, правительству надо подходить всегда к этим моментам очень осторожно. Просто... Ваш любимый 17-й век, Алексей Михайлович, дает интереснейший феномен. Можно с помощью водки вот как-то увидеть историю России в такой очень интересной форме. Зафиксировано, что вот в 17-м веке водочная винная монополия вводилась пять раз, ни разу не отменяясь. То есть, смутное время, бунтажный век, ослабление государства само выбивало из... То есть, монополия – это для каких-то усилий, консолидации, вклад в оборону и так далее. Но вместе с тем, вводящий монополию, он сам должен иметь достаточную политическую волю. И вот этот вот любимый, я знаю вас по вернисажу, 17-й век, в какой-то, я вот помню, статье, отразил парадокс. Его, по-моему, в газете вынесли, ну, так на врезку. Пять раз вводили, ни разу не отменяя. То есть, просто вот ослабло... Просило государство. Не забыли. Менялись власти просто. И каждая новая власть вводила. Это понятно. Здесь ведь еще одна вещь с монополией связана, о чем мы начали, собственно говоря, говорить. Как только появляется монополист, качество уже отходит на второй план, потому что все равно купят. Вот это вот, на мой взгляд, самое скверное. Или монополия предполагает выдачу лицензий на производство частным производителям. Или это становится абсолютной, как бы, государственной диктатурой и исключительно государственным институтом. Как вот это делается? Мне кажется, что государство сейчас стоит, опять же, на этой грани. Вводить монополию или не вводить. И какой механизм? Монополия реализуется, действительно. Вот классический советский вариант – это все заводы входят в министерство. И там вот как раз накануне где-то 80-х годов видно технический уровень, как бы сказать, падал. Я вот знаю, четыре завода, выделенные для экспорта вот этой знаменитой столички. Так там приезжали райкомовцы, выбивали там, обеспечь, сделай, никому не нужно там. То есть этот заданный уровень, вот рекорд мировой торговли, о котором я говорил, поддерживались уже, как говорится, из последних сил там, мобилизацией, там, разнарядками. А монополизм, то есть, погасил какую-то идею совершенствования. Поэтому монополизм можно реализовать и по-другому. То есть частный завод, но на, как вот, нефтяная компания, подотчетно до последнего, там, литра. Акционировано, подотчетно, подконтрал. Я бы хочу пример привести. Вот в 70-е годы как раз говорил, так сказать, уважаемый мой Игорь Шумейко о том, что теряются качества. Я характерный пример, очень для меня показательный, для других, наверное, тоже. Когда, скажем, работяги вот в 70-е годы брали бутылку столичной, а с той стороны на этикетке проставляют числа, когда водка выпущена. Так вот, фильтр меняли в четверг, скажем, понимаете. И, скажем, пятничная водка была хорошая. Ну, понедельничная еще ничего. Вторник уже плохая. В среду вообще не брали, так сказать. А четверг, не дай бог. Понимаете, они вот смотрели, вычисляли по календарику, когда водка. Какие-то не упускаются, чтобы не болела голова на следующий день от сивушных масел. Вы должны были не воровать эти бутылки, а разбить их. Разбить? Разбить? Пол-литра. Пол-литра. В дребезги. Конечно, в дребезги. Я не очень себе представляю, как можно ввести монополию в Великобритании, где есть производители всевозможных десятков разновидностей виски, которые являются по сути семейным бизнесом на протяжении многих столетий. Как им что, заводы закрывать, что ли, переставать гнать виски или там делать... Здесь вопрос контроля качества, опять же, потому что если мы, скажем, приезжаем в Америку на знаменитый завод Джек Дэниелс, и видим, как они, скажем, воду дистиллируют, как они, так сказать, делают сам купаж, готовят само сусло и получают готовый продукт. И делают там же древесный, скажем, уголь для фитрации, заготавливают дубовые бочки. Вот все стоит, это можно посмотреть, потрогать, пощипать, потому что ты можешь зайти куда хочешь. Вот. Но по секрету они говорят тебе, что вот, скажем, секрет виски Джек Дэниелс вот в этом ручье, который бьет из-под этой скалы, это уже, ну, как бы, легенда. Вот. А когда говоришь с работягами там, слушай, ну, ты скажи, чего с этой водой делать? Да этой водой мы только змеевик охлаждаем, воду мы специально готовим. А бочки, скажем, вот они выстаивают виски там, скажем, 5 лет или 15, мы отправляем потом в Шотландию. Из него делают там шотландские виски или, скажем, или в Англию. Это уже вторичный как бы продукт становится, там дубильные вещества вымываются, понимаете. Вопрос в том, что как мы, что мы воспринимаем, они приходят, да, мы получаем бочки из Америки, но были они до этого использованы или нет, вопрос, опять же, в обратной связи, в контроле. А зачастую потребитель этого не имеет, не знает, и он не может вникнуть в эту проблему. Контроль, конечно, качество там выше, так сказать, не хуже, не хуже, чем у нас. Но, опять же, как монополист себя поведет. И мы видим, что пиво там, Хайникин, какого-то завода, скажем, не немецкого, оно стоит, у него пена оседает быстрее, чем у немецкого пива. Это для нас уже является показателем. И, опять же, вспоминаешь этих мужичков, которые смотрят и вычисляют числа, когда был выпущен продукт. Такой вопрос, можно ли изобрести велосипед? То есть, можно ли сделать новую водку? Я имею в виду, вот, чем-то качественно отличающийся от того, что имеется на сегодняшний день. Надо обратиться иногда назад и посмотреть, что было раньше. Вот, скажем, ренессанс водок дворянства. Это считалось очень хорошим, так сказать, правилом, так сказать, вот именно принятия гостей, когда гости угощали, скажем, различными водками. Подбирали гостю, скажем, ну, не одну, а, скажем, вот, количество водок по алфавиту. Понимаете, они своя березовая, вишневая, грушевая, дынная. Видите, что повторяют, так сказать, по буквам алфавита, заканчивая яблочной. Это тоже не предел. Сейчас тупик в том, что примерно превысила уже 80% стоимость бутылок. Вот эти вот самые такие навороченные, как называются, они, скажем, это не те скульптуры 19 века, вот, когда русское стекло расцвело. А это вот просто... Хай-тек уже был. Да. Ну, в том числе коммерческий ход. То есть ты продаешь, скажем, товар на 80% дороже из-за вот этого, из глаз-декоровского, глотового стекла и так далее. То есть это определенный тупик. Поэтому вот спросили, можно ли изобрести водку? Я по-своему правильный самый ответ. А можно ли изобрести новую рожь? Ну да. Делайте ее только не это, вот, неиммуномодифицированную. Вот рожь 19 века. И вот будет и водка лучше. Правильно. Я благодарю моих гостей за то, что вы приняли участие в нашей программе. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наше историческое расследование в рамках программы «Час истины» на канале 365. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»